Борьбу за навигацию больше проигрывать нельзя, решили на федеральном уровне. Российское агентство морского и речного транспорта и правительство Якутии начали принимать практические меры. Чтобы обеспечить стабильное судоходство в Ленском водном бассейне, подписан контракт о проведении строительных и ремонтных работ специального технического флота. Подробности у наших коллег. Этот вопрос поднимался якутским правительством еще в прошлом году. И вновь в этом. И опять на экспертном совете Федерального агентства морского и речного транспорта. На днях долгожданное решение принято. Подписан контракт на строительство технического флота, который впору назвать стратегическим. Но эффективность применения земснарядов специалисты оценивают по-разному. Это, конечно, даст свои какие-то положительные результаты. Но еще в 60-х годах были, тоже проводили исследования, то, что вот эти дноуглубительные работы на участке, допустим, Усть-Куд-Керенск, не показали своих результатов. Потому что, допустим, в Керенске начинают углублять какой-то перекат. Соответственно, верхние перекаты, которые находятся выше, у них начинается очень быстрое обмеление происходит. Потому что начинается уклон, усиливается уклон падения реки. Соответственно, и уровень падает гораздо быстрее свыше стоящих перекатов. Поэтому для каких-то конкретных участков, конечно, дноуглубительные работы, они очень хорошо, даже где-то, скажем, и полезны. Но есть участки, где эта работа не принесет ожидаемых результатов. Какой земснаряд будет строиться, пока неизвестно. Эта группа спецтехники способна выполнять подводную разработку грунтов различными методами. В Ленском водном бассейне традиционно применяется многочерпаковый земснаряд. Специалисты еще не знают, к какому району водных путей будет приписано новое оборудование. Известно лишь, что его планируют ввести в эксплуатацию до 2018 года. Кроме строительства земснаряда, запланировано финансирование капитального ремонта имеющейся спецтехники. Все государственные задания по будущей навигации в Ленском бассейне должны быть выполнены. Но в ведомственном федеральном агентстве склонны надеяться не на работу технического флота, а на слаженное взаимодействие всех участников навигации с момента ее старта.